Я сказал о том, что там присутствовали чеченские женщины, я хочу здесь уточнить, что те чеченские женщины или мужчины, которые присутствовали там по собственному желанию, эти люди, они ровно такие же, как и те, кого он там обнимает, и вот как Кадыровы, и все его гости, они все одинаковые, у них нет никакой разницы. Лучше про любовь, да, отдельно, поговорим, я расскажу тебе, да, я живу с тем, с кем я люблю. Кстати, поскольку поступил вопрос по этой теме, действительно, вы, наверное, видели, те, кто подписан на мой инстаграм, я опубликовал эти фотографии, эти фотки до этого я нигде не видел, и, возможно, они являются эксклюзивными, по крайней мере, в интернете, и нигде на них наткнутся. Нельзя было до сих пор. И я бы никогда этого не сделал, если бы не действия кадыровцев в отношении меня, когда они себе позволили не просто взять какие-то мои семейные фотографии, в которых не было ничего последнего, но, тем не менее, это было личное, и нельзя было взять из моего личного компьютера или телефона эти фотографии и опубликовать их. Это посягательство на личную жизнь, это нарушение правил. Люди даже не враждуют таким образом. Это очень недостойный поступок. Но они даже на этом не остановились. Они смонтировали, наглым образом смонтировали абсолютно не имеющие друг к другу никакого отношения фотографии, где я где-то в ресторане, в обществе девушки сижу, и взяли фотографию, где я со своими друзьями нахожусь на серных водах, вчерленой. Их смонтировали, как будто бы это одна тусовка, как будто бы мы там были с девушками. В общем, сделали вот эту свою грязь. И поэтому я, понимая, что ЧГТРК «Грязный» это самый честный канал, и это очень объективные журналисты, наверное, самые объективные в этом мире, учитывая, что тогда они посчитали нужным говорить об этих моих фотографиях, снимать об этом целый ролик. Допустим, вот этот кадыровский пропагандист «Иллюзия» не снял об этом ролик. Он, не стесняясь в конце каждого своего очередного выплеска своей желчи в отношении меня, в мой адрес, он в конце вставляет именно эту фотографию, добавляет какую-то музыку. Учитывая всё это, я так понимаю, что они должны как-то прокомментировать и действия своего падишаха. Потому что это просто жесть, то, что происходит на этой вечеринке. И мы ждём, когда они всё-таки прокомментируют и подвергнут своего падишаха критике. Посмотрите на эти фотографии, я продемонстрирую их вам здесь в эфире. И вот, значит, падишах откровенно лапает какую-то гостью. Вот он обнимается, по-моему, с ней же, или может быть это уже другая. Вот он с ними веселится, держится за руки. Очевидно, исполняет какую-то песню. Вот он обнимает свою гостью. Причём это всё происходит на глазах у сотен людей. Там чеченские женщины, там даже несовершеннолетние ребята. И вот перед ними всё это происходит. Посмотрите, он, например, с Басковым поднимает бокал. Когда это всё будет прокомментировано? Когда вы подвергнете критике своего главу? Когда вы укажете на недопустимость этого всего? Когда он как-то прокомментирует это, извиниться за это, что ли, скажет, что, ну да, было дело, там, был молод, глуп, может быть, я не знаю, как он скажет. Это, по-моему, на его 30-летие происходило в 2006, что ли, году. Он тогда только начал свою политическую карьеру путинскую. И будучи такой, в таком каком-то сумасшедшей эйфории от тех денег, которые поступили в его руки. Вот он тогда привёз всех этих звёзд и устроил вот эту грязную просто вечеринку. И я сказал о том, что там присутствовали чеченские женщины. Я хочу здесь уточнить, что те чеченские женщины или мужчины, которые присутствовали там по собственному желанию, имея вот это вот желание находиться там в этом обществе и праздновать вместе с Кадыровым этот его праздник, эти люди, они ровно такие же, как и вот те, кого он там обнимает. И вот как Кадыровы, и все его гости, они все одинаковые, у них нет никакой разницы. Но это не относится к тем женщинам и мужчинам, которые, возможно, оказались там случайно или были принуждены к тому, чтобы находиться в этом обществе. Я не знаю, были ли там такие люди, но я просто хочу сделать эту оговорку, оставив вот это вот место, этот шанс для людей. Потому что я не знаю, как обстоят дела. Я знаю, что в Чечне с этим большая проблема. Людей принуждают где-то участвовать в каких-то мероприятиях и так далее. Быть может, там тоже были такие. Поэтому к вам это не относится, имейте в виду. Но остальные, кто там веселился, будучи довольный всем этим мероприятием, а там были таковые, я видел там вот эти грязные пляски, вы все стоите друг друга. И перед вами абсолютно не стыдно. Перед вами то, что он лапал своих гостей, это нормально. Я не уделюсь, если он вас тоже там лапал. В общем, ждем объективных, непредвзятых комментариев от ЧГТРК «Грязный». Вы зарекомендовали себя как честные и объективные журналисты. Я думаю, что вы не упустите этот момент. Возможно, у меня в Инстаграм вы просто не заметили этих фотографий, поэтому я вам показал их сейчас в эфире. Пожалуйста, прокомментируйте. Иллюзионист только не говорит, что мало ли что шведский сказочник знает, что эти фотки были сняты еще до ислама на Кавказе. Митрандир. Я хотел бы услышать комментарии Анзора Свены про гужбан-хранителя Корана. Думаю, он найдет подходящие слова. Он-то найдет. В этом нет сомнений. Он найдет. Рамзан Ахматович, вопросы поступают. Самые разные. Если, не знаю, может быть, вам покажется некорресным, но мы все-таки озвучим. Рамзан Ахматович, если это пристойно, расскажите про первую любовь. Кое это, Рамзан Ахматович? На самом деле, да, первая любовь, по-моему, в жизни не бывает. Это переходной возраст, детство. Это просто, да, по-моему, ты думаешь, что ты любишь. Ты думаешь, что это хорошие, прекрасные времена, но ты не понимаешь, что такое любовь. Поэтому все знают мою любовь. Чем больше времени проводишь, тем больше понимаешь, что ты делал правильный выбор. И поэтому на нас смотрят очень много людей, там так, взрослые, маленькие. Поэтому лучше про любовь, да, отдельно, да. Поговорим, я да скажу тебе, да, мне неудобно, да. Ну, я живу с тем, с кем я люблю, да. И уважаю. Тумсо, дай оценку конфликту А.Е. Токтарова. А.Е. это Александра Емеляненко, наверное. Конфликт этот не Александра Емеляненко с Токтаровым. Это конфликт, наверное, всего Кавказа с Токтаровым. А Емеляненко, он просто как бы, ну, он же дружит с Кадыровым, да, они же друзья. Ну, и устами Емеляненко это высказал на самом деле Кадыров. Это такой, знаете, удобный человек Емеляненко для Кадырова, чтобы вот в такой спортивной сфере делать какие-то заявления, чтобы они еще были услышаны. И, с другой стороны, это очень грамотно, как бы, ничего не говорят кавказцы, да, ну, из официальных, я имею в виду, лиц. А русский такой, причем такой колоритный русский, да, Емеляненко, оба брата Емеляненко, они такие прям колоритные такие русские ребята. Ребята, хоть, может быть, у них даже и корни украинские, но это ничего не меняет, они такие прям русские ребята. И, в общем, когда он это делает, когда он говорит, он впрягается за кавказцев, и он по-русски так матом, да, кроет Емеляненко, это, ну, это такой грамотный ход. То есть, надо признать, это неплохо. Учатся, ребята, на своих ошибках учатся. Когда, помните, с Федором Емеляненко они допустили ошибки, облажались, обожглись, дали заднюю, теперь по-другому действует с Актаровым. Уже нет вот этого, когда Кадыров что-то заявляет, потом все его вот эти подручные крохоботики начинают там писать в лице Делимханова, Даудова, всяких спортсменов кадыровских, начинают грязь лить. Потом из Кремля звонят и говорят, а ну-ка назад, и все потом удаляют свои посты, Кадыров там извиняется. Чтобы вот этого не произошло, сейчас они раз через Емеляненко высказали. И вроде бы все в рамках спорта, если что, они могут встретиться, подраться там где-нибудь на ринге, да, и вопрос будет решен. И Емеляненко никто ничего не придявит, как бы, и мат тут будет в теме, потому что он русский человек, матом выругался, ну и что, нормально. Вот, а так, наверное, предысторию темы вы знаете. Тактаров высказался там очень негативно в отношении в целом Кавказа, потом тем более назвал еще Ерболова героем. Естественно, это всех очень сильно взбудоражило. Правда, сейчас дал заднюю, сказал, что ваххабитом он называл на самом деле не этого, не Хабиба, а Нурмагомедова. Короче... Субтитры подогнал «Симон»